добрый день сегодня мы поговорим о таком явлении как блуждающие токи а подтолкнул меня к этому разговор с одним из рабочих киев теплоэнерго я начал разговор с ним с того что в нашем доме почти два месяца нет горячей воды сейчас уже третий идет недавно раскопали котлован заваривали трубу на следующий день закопали все а горячей воды как не было так и нет и так копает в одном и том же месте каждый год иногда бывает что и два раза в год он мне отвечает что к вашему дому нужно менять всю подводку сразу выдают только кусок трубы метр-полтора они меняют этот участок а через какое-то время прорывает другом месте и вообще на этом участке присутствуют блуждающие токи и защитить от них трубы очень трудно и дорого а проложить специальные трубы тоже очень дорого и действительно рядом с трубами проходит силовой кабель который подает на дом электричество меня это заинтересовало и я решил подробнее знакомиться с этими блуждающими токами в результате и появилось это видео так что же такое блуждающие токи давайте рассмотрим причину их возникновения всем знакомо понятие электрического тока есть проводник на противоположных концах или в двух произвольных точках этого проводника возникает разность потенциалов и по проводнику двигаются заряженные частицы использование этого физическое явление для организации электропитания безусловное благо цивилизации появляется возможность передавать электрическую энергию на значительное расстояние приводить движение механизм получать тепло изображение звук преобразовывать электрическую энергию механическую а если движение заряженных частиц возникает естественном проводнике например грунте это явление и называется блуждающие токи их появление не сулит ничего хорошего возникает опасность поражения электротоком разрушаются элементы металлической конструкции расположенных земле кроме того на обеспечение блуждающих токов тратится определенное количество энергии то есть возникает незапланированный ее перерасход как же возникает это явление рассмотрим блуждающие токи на примере электрифицированной железной дороги под которой проложен трубопровод питание электропоезда осуществляется с помощью двух контактных линий фазный провод это контактная сеть расположенная на опорах столбах и подвешенная на массивных изоляторах а нулевой провод это рельсы на всем пути следования располагаются тяговые подстанции которые работают по одинаковому принципу нулевой потенциал соединен с физической землей в качестве заземления поскольку рабочее заземление в любом случае имеет физический контакт с грунтом это абсолютно безопасно здесь не следует путать прохождение виртуальной линии проводника заземления с шаговым напряжением возникающим из-за разности потенциалов на небольшом участке точки разности потенциалов в ситуации с блуждающими токами различны на километры а то и десятки километров как видно из рисунка постоянное напряжение в тяговую сеть поступает с подстанции и по рельсам возвращается обратно рассмотрим рисунок более подробно а контактный провод от которого получает питание силовая установка электротранспорта б питающий фидер подключен контактному проводу c одна из тяговых подстанций питающие сети электротранспорта d дренажный фидер который подключен к рельсам e рельсы f трубопровод на пути прохождения блуждающих токов g анодная зона положительные потенциалы h катодная зона отрицательные потенциалы при недостаточном сопротивлении рельсовых путей относительно земли в грунте возникают электрические блуждающие токи если на пути распространения утечки блуждающих токов находится трубопровод или другая металлическая конструкция то она становится проводником электричества это связано с тем что ток распространяется по пути наименьшего сопротивления соответственно как только появляется проводник ток будет распространяться и по металлу поскольку его электрическое сопротивление меньше чем у земли получается что от одной тяговой подстанции до рядом стоящей это может быть даже несколько десятков километров электрический ток может протекать как по рельсу так и по трубопроводу то есть электроны могут блуждать по кратчайшему пути в результате участок трубопровода через который проходит электроток будет в большей степени подвержен коррозии металла место входа тока называется катодная зона место выхода тока анодная зона очень хорошо коррозия выражается в анодной зоне а в катодной разрушения менее выражены в земле находится множество металлических объектов таких как различные системы трубопроводов бронированные кабельные линии железобетонные фундаменты строений так как металл является лучшим проводником по сравнению с землей то электроток будет проходить по нему а не по грунту как я уже говорил место входа тока называется катодная зона место выхода тока анодная зона собственно группа риска определена трубопроводы с металлическими стенками это могут быть вода, канализация, нефть или газопроводы кабельные линии силовые, сигнальные, информационные с металлической оболочкой металлическая арматура в конструкциях дорог или зданий габаритные цельнометаллические сооружения например емкость то есть танк для хранения нефтепродуктов отдельно хотелось бы рассмотреть коррозийные процессы в водопроводных трубах ведь это то что нас интересует в первую очередь подземные воды содержат в себе множество растворимых веществ и являются хорошим проводником например в трубопроводе находящемся в грунте образуется коррозия в результате процесса электролиза это особенно выражено на участке анодной зоны в катодной зоне поражение конструкции носят менее разрушительный характер в результате крайне разрушительного воздействия на все вышеперечисленные объекты блуждающие токи способны нанести существенный экономический ущерб самым распространенным способом борьбы с этим явлением является установка катодной защиты Вспомним физическое объяснение электрохимической коррозии в металле присутствуют положительно заряженные ионы железа и электроны с отрицательным зарядом оба компонента реагируют с раствором электролита при положительном токе металл переходит в раствор что связано с прохождением ионов и вызывает потерю массы металла то есть растворение металла при отрицательном токе в раствор переходят электроны и происходит это без потери массы металла в первом случае происходит анодное а во втором случае катодные электрохимические реакции анодная реакция растворения металла вызывает коррозию катодная реакция является процессом обратном коррозии и используется в гальванотехнике для нанесения гальванических покрытий понятно что для защиты объекта от коррозии необходимо вызвать катодную реакцию и не допустить анодную сделать это можно если искусственно создать отрицательный потенциал на защищаемом объекте для этого необходимо разместить в среде то есть в почве анодные электроды и подключить внешний источник тока минус к объекту защиты а плюс к анодным электродам ток пойдет по цепи анодный электрод почвенный электролит и объект защиты от коррозии с точки зрения гальванических процессов металлический объект будет катодом а дополнительный электрод анодом таким образом коррозия объекта прекратится разрушаться будет только анодный электрод он называется анодным заземлением анодные электроды делают из инертного материала и периодически меняют но у этой схемы есть и недостатки так называемая перезащита когда превышается защитный потенциал и защищаемые металлоконструкции подвергаются коррозии или неправильный расчет защиты при котором происходит ускоренное коррозийное поражение близ расположенных металлических объектов также есть дополнительные способы защиты от блуждающих токов такие как применение кабельных магистралей с внешней оболочкой которая является хорошим диэлектриком например изшитого полиэтилена при проектировании систем энергоснабжения использовать только систему заземления типа ТНС такую как вы видите на этом рисунке или ТНС так как система ТНС имеет высокую стоимость в случае капитального ремонта сетей заменять устаревшую систему ТНС при расчете маршрутов железнодорожных путей и подземных коммуникаций по возможности разносить эти объекты использовать под рельсами изолирующие насыпи из материалов с минимальной электропроводностью наносить на поверхность металлоконструкции специальный изолирующий слой который образует защитный барьер между землей и металлической оболочкой в качестве изоляционного материала могут использоваться полимеры как показано на рисунке а также различные виды эпоксидных смол битумное покрытие и так далее к сожалению данная проблема затрагивает не только промышленные объекты но и обычных людей в полотенце сушители как и в системе отопления в целом циркулирует горячая вода которая является отличным проводником если конечно она не дистиллированная если турбопроводы и примыкающие к ним элементы которые находятся в жилом помещении должным образом не заземлены то они могут быть подвержены появлению на их поверхности нежелательного потенциала и соответственно пятен ржавчины грамотное заземление поможет превратить все эти негативные последствия поэтому на сегодняшний день такой способ защиты от блуждающих токов в квартире и частном доме является одним из наиболее эффективных надеюсь в этом видео я достаточно понятно вкратце объяснил происхождение блуждающих токов и основной способ борьбы с ними на сегодня все не забывайте заходить на мой канал продолжайте изучать основы радиоэлектроники а пока до свидания до новых встреч 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 до новых встреч